Мы сейчас просто руками размахаемся с тобой, как всегда. Слушай, было бы ради чего размахиваться. Ты можешь, спасибо, что убрали за собой поставить это, типа, название нашего подкаста. Здравствуй, в Москве. Здравствуй, в Москве. Это хронотоп. Это хронотоп, да. Ну что, друзья, всем привет. С вами Филинов. С вами Акира. Акира, которая осен, да. Я надеюсь, у нас все хорошо слышно, потому что мы сегодня записываем в очень кустарных условиях по причинам. Во-первых, по причинам того, что мы снимаем репортаж с Агромира, и мы ни разу, короче, не писали влог, собственно, с Агромира. Да, я надеюсь, что у нас будет довольно аутентичная атмосфера, приятный звук, конечно же. Ну, влог, и что он, вы можете... Надеюсь, ты отредактируешь, отредачишь звук, и он будет, типа, в ASMR-формате, ты разведешь по сторонам, и в какие-то промежутки, когда мы не будем говорить, вы, слушатели, можете слушать. Он и так в ASMR-формате, с учетом того, что половина этого влога вы будете слушать какие-то шумы на заднем фоне, каких-то людей, которые двигают стулья и жрут сандвичи. Да, ну, потому что мы наверху, на втором этаже, в ресторанном дворике, потому что, ну, надо отметить, что это самое тихое место на конвенте, пока что. Да. Давай, собственно, перейдем к делу. Игромир 2019, замечательное событие, грандиозное. Продали на 3 тысячи билетов сверх... сверхвозможностей Крокус-экспо. Мы точно не знаем. Мы точно не знаем, но по имеющейся у нас информации, которой мы привыкли доверять, надеюсь, что вы... Ну, то есть, как с бабушкиного подъезда сказали. Да, 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 именно так. Да, это, как известно, гораздо более троствор... Эти люди были похожи на бабушек, я имею в виду. Ну, да. Да. Куча народу, толпа вчера состоялась... Вчера состоялось замечательное мероприятие, собственно, приехал Хидео Сан. Хидео Сан, да, посетил. Кодзима Щит и все такое. Хидео в Москве уже день третий или четвертый? Третий, наверное. Я, наверное, побывал вообще везде, где только можно, сделал вообще все, что только можно. Это, наверное, самый лучший... Это пример, как надо продавать игру, на самом деле. То есть, вот, реально всем разработчикам надо поучиться делать из себя рок-звездку. Это умеет делать только вот японцев, по сути, мне кажется. Знаешь, типа, Хидео продает все вот именно лицом, да, что, типа, у него еще даже нет на руках от новой студии, я имею в виду, от новой Коджи Бро. Еще нету игры, ничего, как бы, еще не сделано, но уже мерча продано столько, сколько не продается мерча, там, я не знаю, по каким-то сериям, типа, Fallout, Fallout или что-то. Да, ну, презентовал Death Stranding непосредственно, хотя на Death Stranding откровенно всем было, ну, не всем, да, допустим, не будем уже обобщать. Нет, мне не насрать. Ну, не будем, да, обобщать, то есть, я имею в виду, что касательно вот в этот раз, причина, да, была определенно не Death Stranding, потому что, ну, камон, Ургант. Нет, 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 слушай, это вот история в гараже, да, это как бы персонал шит какой-то, да, и, мне кажется, я тут с тобой не согласен очень сильно, извини, что перебиваю, но мне кажется, что это именно, что продажа в каждом появлении, да, в появлении, там, в Урганте, в том же гараже, да, несмотря на то, что это было очень прижово, все равно писела одна надпись, что Death Stranding, ждите Death Stranding. Я не говорю о, типа, о том, почему он приехал, да, а о том, почему его позвали, да, как бы везде. Ну, почему позвали, да, скорее, я вот говорю, я говорю именно об этом, да, и, ну, мемы проникли в нашу жизнь, к сожалению, или к счастью, бывают плохие, бывают хорошие. Кодзима, ну, ладно, короче, дышать на Игромире стало немножко тяжелее, но приятнее, да, потому что народ посетил выставку, он знает, что это такое, возможно, Игромир проживет еще, несколько замечательных десятков лет, да, мы надеемся, мы будем на это надеяться, да. Игры. Дум круто. Да, да, ребят, Дум круто, там очень плохо видно, но это значок с какодемоном. Мы посмотрели много проектов THQ, 2. Это уже много. Да, это уже много. Мы посмотрели на замечательный Black Set, который выходит 4 или 7 ноября там когда-то. Что мы еще посмотрели с тобой? Ну, Киберпанк. Киберпанк, Vampire the Mascarate, закрытый показ. Второй, естественно. Штуки с Нинтендо, я посмотрел еще Ведьмака 3 на Свиче. Ну, как бы его все и так видели, тут поиграть можно. Расскажешь поподробнее то, чего я не видел. Давай начнем с Дума, да, давай начнем с приятных вещей. Как тебе Дум? Потому что Акира-то в Дум поиграл. И Акира сейчас в своих впечатлениях какие-то расскажет. Дум круто. В принципе, это все, что нужно знать, потому что, ну, это тоже переходит в разряд такого мема. То есть ты не можешь подробно объяснять, что такое Дум, но мне кажется, ну, бой уже знает, там, я не знаю, офисные работники у нас знают, что такое Дум еще с 90-х годов. Да, и да, у него была проблема у серии, короче, во время третьей части, потому что, ну, все-таки она кому-то нравится, кому-то нет, скорее нет, чем да. Но вот, ну, он не является ремейком. Ну, перезапуск, это ребут. Ну, такой, да, это такой софт-ребут. Дум 2016 показал, что, как бы, шутаны еще интересные. Особенно от такого класса, да? Да, мясные шутаны с аптечками, без регенерации ХП. И где все, ну, как бы, единственное, что требуется от игрока, это скилл. И, как бы, получать веселье от стрельбы. Восприятие скорости, скажем так, динамики. Да, да, да. Они все еще, ну, то есть вот такие шутаны, они все еще популярны, да? То есть не обязательно делать, вот, какой-то суперсложный сюжет, какие-то катсцены. Такие шутаны интересны, такие шутаны любят. И Дум, вроде как, хорошо продался. Вот, что, честно, я не смотрел вообще, что там происходило, но, короче, вроде хорошо продался 16-й Дум. Анонсировали Eternal. Как бы, ну, все же... Закономерно. Закономерно, да, без всяких, как бы, удивлений. Ну, удивление было единственное, что они назвали его не Дум-2. Два. То есть было бы Два какая-нибудь такая, а назвали его Дум-Тернл. Не, ну, это, типа, один раз сработало, да, и, очевидно, надо ветку, как бы, уже в свою сторону продолжать. Надо продолжать. И хорошо, что они так сделали, ну, и тем более цифры уже довольно непопулярны, да? То есть... Да, пускай под заголовки, короче, это прикольно. Это в том числе избавит нас от необходимости уточнять, о чем мы говорим, когда говорим про Дум-2, да? Да. Говорим ли мы про Дум-2 или мы говорим про Дум-Этернл? Дум-2 и Тернл. Ну, да, опять же, да, я начин с того, что я называю Дум-2016, да, я его называю, потому что по дате выхода. Вот, ну, что, что можно сказать? Дум-Этернл это... Это Дум-2016, вот буквально умноженный на 2016. То есть я не знаю, это единственное, что я могу сказать. У меня были небольшие, я начну сразу с минусов, которые я заметил еще давным-давно, когда показали вообще самый-самый-самый первый геймплей. Играть, кстати, на Игромире дают у него на компах, без геймпадов. Все прям круто, 120 фпс. Тебе в лицо? В лицо, на огромном мониторе с геймерским стафом, ну, типа клавиат. И ПК вы никогда этого не ощутите, потому что у вас нет такого ПК? Ну, да, да, да. Ну, она не особо, по-моему, требовательна, она все-таки оптимизирована так нормально. Но тут максималочка, все нормально, красиво выглядит. Что там еще было там? Ну, вот, к минусам. Минус у меня был только один. Это интерфейс. Когда мы впервые увидели интерфейс, вот с ребятами там в конфе, мы немножко так, ну, удивились, что это за Super Mario Odyssey какой-то разноцентный. Цветное, абсолютно непонятное. То есть все хп одним цветом, это там другим цветом, это там везде подсвечивается, какие-то надписи, еще что-то. Неоновое безумие какое-то, да? Оно даже не неоновое, оно именно что вот такое ребяческое, знаешь, как будто вот мелки дали ребенку, и он типа начал, вот это мой хп-бар, вот это моя броня, вот это вот там типа заряды и оружие. Это было странно на первом показе, да? На Е3, по-моему, было все-таки. На Петестовской конфе Е3 все-таки было. По-моему, на Е3. Либо на ДКС. На Е3, на Е3. У них же кон какой-то свой был, по-моему, там, Еда. Петестов кон? Ну, это Е3. Ну, вот, да. И, собственно, поиграв, я могу сказать, что этот минус ушел максимально, потому что, ребята, это очень резко, это отличается по динамике от последнего Дума, я имею в виду, это еще быстрее. То есть мы обсуждали тоже с ребятами, возможно, это даже слишком быстро. То есть там вестибулярка уже начинает страдать, потому что... У нас Иосиф Уманский, он с нами тут вот тусит, сейчас он спит, потому что сегодня воскресенье, и все откровенно заебались уже. Ну, он, да, он поиграл в Дума, но стоял три с половиной часа в очереди, то есть буквально весь день играмира, на котором пятница, кажется, была, да? Да, на пятницу. И он действительно жаловался на вестибулярку, потому что он старый человек, ему 30 лет, вот. Но впечатления оказались абсолютно безумные, да, то есть человек вышел с такими глазами, просто... Да, я тоже вышел абсолютно с такими же глазами, потому что... Ну, я понял, зачем нужен этот интерфейс. Ты не понимаешь, что вокруг происходит. Очень тяжело понять, что тебе нужно в какой-то определенный момент. Ну, то есть я не привык к такой скорости. Там дамажит очень сильно, очень быстро, очень точно. Даже вот эти вот импы, которые швыряются фаерболами, мне кажется, они повысили скорость фаерболов, то есть это превращается в какой-то току щит, где тебе нужно уворачиваться от проджектайлов, плюс есть враги, которые тебя бьют инстанно, то есть попадание. Ну, понятно. Это тоже проблема. И это все превращается в какой-то bullet hell просто потрясающий. Очень красиво, очень сочно. И как раз-таки интерфейс способствует тому, что ты в этой неразберихе что-то понимаешь. То есть ты видишь ярко-синие штуки, ты понимаешь, а, это хп. У меня горит красным снизу, следовательно, мне нужно срочно бежать и брать вот эти вот, вот эти штуки, которые лежат, да, то есть, ну, происходит такое, я не знаю, это вот как... Вот помнишь, Дургар, голос цвета? О, да, я недавно диск дома нашел у себя в новостях. Презентовали, как, смотри, менеджмент ресурсов различных там цветов, да, вот, яркости. Вот Doom Eternal — это менеджмент ресурсов различных цветов, разных оттенков, только под спидами, то есть под сильными-сильными спидами. Потому что тебе это нужно делать максимально быстро, тебе нужно переливнуть, ну, типа, искать хп-шки, выбивать броню. Ну, кстати, это новая, это новая штука, ее не было в оригинальном доме. Ее презентовали уже, собственно, в роликах, да, и как она ощущается. Да, работает она, ну, опять же, да, она ощущается немножко странно, потому что, смотрите, в оригинальном доме было как, у тебя был, у тебя была только бензопила, и были только добивания. С добиваний ты получал хп, тебе падало, с бензопилы ты получал патроны. Теперь они к этому же еще добавили то, что ты можешь поджигать противников, у тебя есть кнопочка R. И опять спичек или больше? Слушай, одна огромная спичка, которая выезжает сбоку, она прикольно, кстати, сделана, она очень быстро выезжает, быстренько бьет, я не знаю, возможно, ее можно будет прокачивать, но, короче... До десяти. Ты выстреливаешь этим огнем, противники начинают гореть, и в тот момент, пока они горят, они немножко дезориентированы, но при этом, по-моему, продолжают тебя лупить, потому что это ад, сатана, и как бы... Вот это вот все, да. Да, напугали черта огнем, вы что, серьезно? Вот. Но во время выстрелов от них отваливаются куски брони, и ты их подбираешь, ну, то есть из них вываливаются куски. А опять же, тоже новая фишка. Я почему-то, извиня, я почему-то представляю, как главный герой, отстреливая вот эту всю нечисть, он типа срезает, как в Red Dead Redemption, кусок там, я не знаю... Ты правильно подошел к этому. Потом скотчем или степлером присобачивает к себе. Ты правильно подошел к этому, потому что в Doom Eternal появилась еще одна мелкая деталь, которую очень сложно увидеть при своей скорости геймплея, но вы можете на это обратить внимание. У демонов отваливаются куски. Последний раз такое я видел, чтобы не соврать, в шутере Турок, который выходил давным-давно. Или Турок, который ремейк. Ну, вообще, Турок там, или что-то такое. Ну, по-моему, Турок... Ну, его все называли Турок. Все его называли Турок, да. Да, Турок. Потому что свое родное. Ну, вы знаете, да? Вот, и там происходила суперпростая вещь, да? Там были динозавры только. Да. Они бежали на тебя, и ты мог выстрелить в динозавра, и от него отвалился какой-то кусок, и это все там падало вот это вот... По физике здесь то же самое, только демон. То есть бежит на тебя огромный пинки или какая-нибудь такая херня громадная. Ты в него стреляешь из дробовика, впадающему в руку. У него срывает кусок кожи, он там неистовый, короче, крики, агоний. Кричит, после этого еще быстрее бежит на тебя. Также какие-то многие кибернетические штуки, которые на демонах там навешаны. Ну, точно я не могу сейчас назвать вам, как называется это, демон, у которого две такие большие пушки, я не помню, которые в тебя вот так вот стреляют сюда. Их можно отстреливать. Это буквально в туториале еще учатся. Здесь показывали туториал, и довольно большой кусок уровня, который скипается, ну, типа, вы проходите чуть-чуть, потом скипается еще чуть-чуть. А, Кир, что за уровень показывали вообще? То есть я видел, показывали вот именно... Показывали, по-моему... Именно тренировочную секцию точно была, я видел. Показывали... Вы можете найти на ютюбе тот отрывок из Dream Eternal, где в начале... Думгай? Или как его сейчас называют? Сейчас не знаю. Он, блин, палач Рока. В русской версии его называют. Это буквально его название, нормально. В общем... Если Дуэйн и Джонсону объявят смертный приговор, короче, его будет казнить Думгай. Мне кажется, только Думгай это может сделать. Да, только Думгай, да. Он много чего умеет, и это точно. Вот. Там показывали отрывок. Один из последних, по-моему, на Gamescom его показывали еще. Где Думгай идет по какой-то исследовательской базе на полуразрушенный... То есть там Фобос, по-моему. Они все-таки переместили место с Марса на Фобос. И там показывают, как он медленно проходит, берет там эту ключ-карту вместе с ученым, проводит и прикладывает его. Потом берет пушку и спускается. И там огромная такая БФГ хреновина. И там типа... Там на фоне все это шумит. Он медленно спускается, она стреляет. Задача уровня была простая. Дойти до пушки, выкинуть оттуда снаряд, сесть туда самому и запульнуть себя в другую... в другую базу, короче. Это выглядело круто. Ну то есть... Прям прикольно, забавно, опять же. Все с юморком, с самоиронией, того, что типа я настолько брутален, что прям... меня стреляет. Это очень круто. Перейдьте отсюда, это говно, я сам залезу, короче. Да, ну в общем-то в этом и есть весь Дум. Да, еще там есть парочка нововведений все-таки. Извините, что я только продумал. Не хотели им в какую-то конкретику, и на тебе... Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Да-да-да. Крюк на двустволке. Крюк на двустволке? Это буквально новый геймплейный элемент. То есть ты берешь двустволку и ты можешь кинуть крюком. И с помощью этого крюка ты притягиваешься... Подтянуть человека? Либо притягиваешься к зомбям. И получается еще более красивое убийство. Это когда ты видишь импа. Ты можешь притягивать мобов? Слушай, я не знаю. Я там проскипал уже ближе к концу. Я пытался быстрее пройти уровень. Поэтому я его полностью прошел. И я проскипал. Очень много что там объясняли. По-моему, нельзя. То есть его задача как раз даже к самым мелким мобам ты именно что притягиваешься. То есть ты берешь эту двустволку нажимаешь правой кнопкой мыши или средней кнопкой мыши и ты летишь к нему и в этот момент ты можешь когда-то уже на подлете совсем... Слушай, я там в чем-нибудь так помню. Не-не-не. Ты когда уже подлетаешь абсолютно к нему выстреливаешь двустволки и как бы моб, в которого ты попадаешь разлетается мясо. Красиво. Это все про дум? Спасибо. Дум круто. Дум круто. Дум круто. Немножко пробежимся. Давай пройдем на киберпанк все-таки, да? То есть исходя из того, как мы туда попали, что мы там увидели, как проходила презентация. Я думаю, что я не буду сильно заострять внимание на отечественной локализации, которую представили на... А по-моему, это единственная... На вот этой презентации. В принципе, в принципе, да? То есть я очень жду киберпанк. Я ждал его еще с момента первого анонса. Когда-то очень давно еще, когда журналы печатные выходили. У меня даже, по-моему, постер какой-то был. Да? Что-то такое. Его так долго делают. Его делают очень долго. Реально. По-моему, Ведьмак то ли второй выходил. Или там... Простите, простите, пожалуйста, я как бы очень сильно пропустил. Ну, я не слежу за City Project Red от слова совсем. Его делают очень долго. Это... Это уже... Окей, окей. ...принчевый язык, как говорится. И, наконец-то, в общем-то, они ее представляют. Оно выглядит достаточно... ожидания у людей были забыженные. Да? Исходя из того, что показывали, как это показывали Киберпанк, выглядит достаточно приземленной игрой. То есть... Он не взорвет ваш телевизор своим визуалом, очевидно. Но... Ну, визуал, да, там... Это я... Ну, наверное... Слушай, ну, наверное, все-таки, если брать новейшие железки и ПК, то есть RTX, и вот эти вот отображения и прочее, они же будут в любом случае кидывать. Я имею в виду... Поэтому, скорее всего, это выглядит красиво. То есть, вы не подумайте... Да, и все окей. Это очень хорошо. Так мало кто делает. Она выходит, потому что уже очень скоро, и надо понимать, что это все еще вот это вот поколение. Возможно, его будут там переносить, обновлять к следующему поколению. Я говорю об этом, потому что ходили очень серьезные срачи на тему того, что поднерфили, короче, графон. Я просто пропустил. И народу бомбит. Народа бомбит от всего, от того, что там не будет третьего лица, от того, что все это от первого. И, кстати, на презентации я обратил внимание, что мне будет некомфортно есть на мотоцикле от первого лица, например. Ну, вот мне и представляют. Там для тебя и сделали, там есть у тебя третьего лица. Там он переключается как-то абсолютно рандомно, и мне показалось, что это срежиссировано. Я надеюсь, что это не так, не, это, это, ты пропустил, там было буквально типа смена камеры, там кнопочка есть. А, окей, тогда. То есть, он на этом акцентировал внимание, что он как бы поехал от первого лица. Я посмотрел на это, такой, это очень странно выглядит, типа, у тебя, там очень странный поп, на вот этот филд-вью, он как бы, такое ощущение, как будто, вот фотографы поймут, он через телевик такой снят, прям очень там, 70 миллиметров, что-нибудь такое, 50, то есть, это, ты не видишь с боков ничего, поэтому ездить на мотоцикле от первого лица, где у тебя половина интерфейса еще закрывает вот эта вот фигня, ну, это такое, ну, странное, но для этого есть, типа, это мелкая пределька, там есть вид от третьего лица. Да, но в какой-то... Но, по-моему, он работает только на транспорте, да, то есть... Да, да, они же вроде говорили, ты не можешь... Ты не можешь переключаться, но на транспорте, я почему и подумал, то есть, он начал презентовать там поездку, я думаю, что они пойдут с этим до конца, да, то есть, как выяснилось, нет. Мне понравилось в какой-то... Да, чтобы не рушить и мерзшин, очевидно. Возможно, это плохо, да, что они сделали вид от третьего лица. Возможно, им нужно было, типа, дотянуть эту херню. Ну, ладно, типа, это... Не, а возможно, это просто настолько мелкая придирка, которую мы нашли, что это, типа, это не придирка, тебе очень-очень часто придется кататься там. Я уверен в этом. Ну, типа, а мне показалось, он наоборот, он такой компактный какой-то город, потому что там показывали одну из локаций, ролик, опять же, да, это был старый, это с Gamescom, но с русской озвучкой. Про нее мы просто... Давай просто промолчим, мы скажем, она плохая. Да, она очень плохая. Она плохая, она сделана, ну, чтобы просто было, поэтому... Вот в самых худших традициях русской озвучки в видеоиграх, да, это вот оно. То есть, это... она не настолько... Там все так... Давай честно, там актеры, там актеры, они не отыгрывают, но они хотя бы актеры, записано это хотя бы в помещении, в котором есть нормальный микрофон и нету шумов на заднем плане. И на том спасибо, И на том спасибо, Те люди, которые... Нет, смотри, это буквально для тех людей, которые как бы считают, что, ну, не нужно изучать никакие языки, ничего не хочу учить, я хочу потреблять контент. Скажем так, скажем так, ребят, озвучка, озвучка Киберпанк заставит вас захотеть изучить, короче, иностранный язык. Ну, мне кажется, нет, тем людям, которые про это говорят, они как бы сидят и буквально... Серьезно, нет, я ловил такой адовый гринж от человека, который озвучивал Ви, главного героя, по-моему, Джибровский был, или как его там зовут? То есть это актер, который играл Ведьмака, если я не путаю, да, то есть недавно ходила просто новость, актер, который играл Ведьмака не в, собственно, не в игре, а в сериале, вот это в польском. Да, в польском сериале, не Кевилл, как его, для Генри Камилла, да, да, Генри Кевилл, не вот. Это плохо, это звучит ужасно, и еще озвучка, это озвучка Киану Ривза, Джонни Сильверхэнда, да, или как там его зовут? Это, ну, ну, это стыд и позор, ребят, я вас люблю, но так нельзя. Ну, ладно, да. Так вот, мне показалось, что Мирт все-таки такой, компактный, то есть мотоцикл, типа, используется для того, чтобы, ну, а-ля Fast Travel, потому что там показали, что мы выходим из какой-то базы, и, типа, мол, направляйтесь в другую часть города, и он выезжает буквально на такую дорогу, и там, направо один город, налево другой город, и я смотрю на вот эту панораму, и понимаю, что там, ну, маленький такой панорамный. Это, типа, не города, а районы, нам показывали, да, да, район, сегмент какого-то жилмассива, там, около курортного, ну, лакшери жилмассива, который, там отель, по-моему, был, или ТЦ, что-то такое, в ТЦ там было. Да, но жилмассив, типа, недостроен, то есть, его забросили, и поэтому там теперь у нас только бандиты, поэтому, добро пожаловать в город вечно горящих автомобилей, вот это вот суда грязных людей, то есть, вы едете на дорогущем мотоцикле, и внезапно, там, кого-то убивают на улице, и никто не обращает внимания на ваш мотоцикл, ну, то есть, ну, ладно, это уже такие супер придирки, это просто, это штампы, да, это штампы условности, но они, типа, работают, атмосферу создают, красиво, клево, прикольно. И показывали два варианта прохождения. Да, показывали два варианта прохождения, специально записали варианты за мужчину, за женщину, да, то есть, там, как работают, собственно, скиллы, и ничего нового, да, для жанра РПГ, собственно, я там не увидел, Ну, я увидел, понимаешь, я увидел... Подожди, если ты качаешь там определенный, ну, определенный стат, то есть, тебе открывается такой способ прохождения локации, ты можешь рвать двери, допустим, если ты силу качаешь, если ты силу не качаешь, ты можешь по стелфу там пробегать, да, то есть, взламывать человеческий мозг, и, соответственно, это влияет на окружение, на какое-то, то есть, что-то в турели, по-моему, да, 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 ты можешь заставить... Репрограммировать, да, ты можешь, по-моему, если ты бафт гай, в данном случае, кстати, что смешно было, прохождение за мужчину, это прохождение, такое скрытное, стелс, по прокачке, мы всех по-тихому убьем, прохождение за женщину было разрыванием дверей, выстрелами направо и налево, и вот это все. Это то, что делают женщины, имею в виду. Ну да, коня на скаку. Да. Вот. И да, там был какой-то хакинг, и про что-то последнее ты сказал? Хакинг там были... Мне очень понравилась система ловушек, да, то есть это вот как достать соседа, по факту, да, то есть... А, да, 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 да. С использованием какого-то окружения, и я надеюсь, что этого в игре будет больше, потому что, ну, это презентация, в конце концов, и очевидно, что... Но опять же, да, ты понимаешь, это очень такое... Это... очень хорошая срежиссированная штука, то есть ты же вот эти моменты, да, это должен геймдизайнер именно режиссировать, то есть не думайте, что там как бы у вас открытый мир, ну, там безломный, ты можешь там заманить кого-нибудь куда-нибудь, нет, то есть там показывали чувака, который тягал, короче, ну, кидал штуки, тягал, и ты взломал, короче, тренажер, и на него эта штука упала, да, то есть он там был изначально, или чувак, который там жрал пиццу, условно, да, то есть он там тоже был изначально, в общем-то... Ну да, то есть там такие срежиссированные моменты, я вот про то, что ты сказал такую вещь, что типа, ну, ничего нового... Нет, ничего нового в формате RPG, да, то есть... В формате RPG, да, прокачки и всего. Да, я лишь хочу сказать, что в том-то и дело, что очень многие игры, они как бы не про то, что... ну, хорошие игры, они не про то, что что-то новое, они вот про... Как улучшить старое, ну, очевидно. Они вот просто берем все старое, вот до блеска натираем, выдаем, и потом эта игра станет прям на века, в плане того, что она просто очень хорошо берет все старое, полирует и делает больше и больше. Не, ну я же не в укор Киберпанк, по-моему, да, конечно, да, то есть я говорю о том, что это все легко, просто и понятно, да, то есть вы все это уже видели, но в другом сеттинге, с какими-то расширенными возможностями, было что-нибудь, типа тоже же Деус Экс. Сколько игр, вот кроме Деус Экса, да, ты можешь назвать про Киберпанк? Ну там я не знаю, какой-нибудь Стимшок, наверное, я даже не знаю, может быть, подвести. Слушай, ну хороших, хороших, как бы, в эстетике Киберпанк-то игр много, но хороших-то мало, согласен. Ну, типа такого объема в таком вот... такого объема, конечно, нет. Ну, типа я могу вспомнить Плейдраннер какой-нибудь, но это квест, камон. Ну, типа ладно, Деус Экс, но... Да, и как бы, где она сейчас, это сели. И, да, там какие-нибудь синдикаты, но они... Купи 300 практиксов, чтобы узнать, где сейчас Деус Экс. Да, и там будет надбись трое ген, покупи еще. Блин, ну синдикаты какие-нибудь, ну, типа он стал шутаном, ну, короче, мы понимаем, да, то, что выходит Киберпанк, это хорошо, это большое РПГ, да, это большое РПГ про Киберпанк, который называется Киберпанк. Блин, Все, что нужно знать, ничего нового на Игромире, кроме озвучки, не показали, поэтому следующая вещь... Подожди, пару слов про стрельбу. А, ну давай. Про стрельбу в Киберпанке, стрельба... Давай. Знаешь, типа некоторые чуваки очень сильно хейтят прицел по центру экрана. Что значит прицел по центру экрана? Прицел по центру экрана, то есть пушка, что пушка, короче, фиксирована именно так. То есть одна половина когорта людей хейтит, короче, как вот в Хейло, да, когда, типа, они, А когда двигается пушка, что ли, то есть и прицел тоже двигается по экрану, он здесь, по-моему, зафиксирован, но я вообще не обратил внимания, я просто сидел сбоку, и мне не было видно даже прицела, в принципе, поэтому... Не, он, кстати, довольно здоровый, да, достаточно большой. Я, может, значит, внимания не обращал, я что-то смотрел все по сторонам. Стрельба нормальная, сочная, очень хорошая, да, то есть очевидно, они показывали там при альфа какую-то, и они будут еще допиливать, шлифовать анимации, ну вот, с ними были проблемы с точки зрения, там, презентации, да, игры, особенно в мили, потому что, ну, это допоминает, как бы, ну, даже в том же Ведьмаке были, ну, боевка, ну, слушай, опять же, да, это условность, штуки, которые, типа, альфа. Камон, нам привозят, нам привозят вещь, да, то есть, ее немножко там, под это самое, сделайте, как-нибудь, режиссируйте, или не показывайте так, потому что, когда чувак вви бьет человека в лицо, условно, сначала происходит вот эта анимация, а потом он уже тут же стоит, короче, это исправят, слушай, он сказал сам, вначале игра может отличаться, я о чем поговорю, поэтому он сразу от всех претензий, которые вот так звучат, он... откинулся, слава богу, я добился. Я к тому, что это стоит поправить, я надеюсь, что они это сделают, но в целом, киберпанк, киберпанк, производит впечатление игры, в которую я поиграю, я обязательно куплю, и всем советую, то есть, предзаказать можно уже. Да, предзаказы уже работают. обязательно. довольно там барчиков, которые разливают. Они сделали его под кинотеатры. Да, под кинотеатры, там типа бар. И там внутри бар, это я не очень понял, если честно, то есть вы хотели... Не, ну в вампирах же там есть бар, там есть... там еще есть вампиры, но на стенде вампиров нет. Есть там вампиры, ты что, спрашивал, он тут подходил? А, это вот эти, которые типа предзакажи, я не пью твою кровь, что ты предзаказал уже на конец игру. Сотрудникам стенда, наверняка, короче, сотрудниками стенда проводили определенные работы, прежде, когда они записывались, собственно, волонтерами туда, чтобы они байтили людей на предзаказы вампиров. Я надеюсь, что предзаказы будет довольно много. Курсы, кто-то Говарда хорошо работает. Да, игра выглядит чудесно, да, то есть, ну, по меркам вампиров. Она выглядит настолько чудесно, что мне неуютно, да, то есть, мне реально некомфортно смотреть на вампиров, потому что, когда ты слышишь про Bloodlines вообще, ты представляешь себе какой-то абсолютно всратый кусок программного хода, ну, классный, да, вот он настолько пиздатый, что даже, короче, он, он всратый, но с душой. Да, что ломающийся, ломающийся монитор не является для тебя проблемой. Ты просто его скотчем вот так вот склеиваешь, короче, и играешь, ты стартаешься. Это вампиры, да. Эти вампиры выглядят очень вылизанно, и это не идет игре. Но это, это вот... Не, ну, ладно, это для нас, типа, давай, давай, честно. Это какая-то вот эфемерная... Короче, люди стараются, она выглядит хорошо относительно, да, то есть... Но настолько ты помнишь тот кусок программного кода, что такое... Настолько, настолько вот... Да, тут все красиво, тут все приятно, очень клевая дымка, кстати, мне безумно понравилась атмосфера, да, там же Сиэтл, то есть место действия это Сиэтл во время маскарада, ну вот, маскарада в вампирском понимании, и там очень клевые... Я вот не знаю, кто у них занимался эффектами, он прям отрабатывает весь свой хлеб с маслом и икрой, потому что очень красиво там... Там была одна сцена, где ты проникаешь в... Ну, типа, превращаешься в дым, там есть возможность у вампиров превращаться в такой... Не в летучую мышь, да, в такое, типа, облако. И, собственно, залетаешь в вентиляцию, и вылетаешь из вентиляции уже в помещение, и там стоит персонаж, типа, курит, которого ты должен убрать. Господи, мне поначалу показалось, что, типа, он залетел, вылетел, и там начали показывать ролик, ну, в смысле, CGI, потому что это очень красиво выглядит. на самом деле. Очень клевая... Очень клевый эффект, очень клевая анимация, все супер клево. Лицевая анимация так себе, но это, опять же, была там при Альфе какая-то, да, и... Да, опять же, это то же самое, что и Киберпанк, там при Альфе или Бета, но прямо-таки сочно выглядит еще. Выглядит очень сочно, я даже не ожидал. Была пара моментов, опять же, да, где игра немножко подлагивала, и это возвращало мне приятные воспоминания, собственно, о вамкирах. По геймплею, в принципе, это то же самое, да, там, по-моему, убрали, короче, Наскерату. Вот, я... Ты очень плавно... Ну, типа, я хотел к этому более плавнее подвести, убрали много кланов. То есть, опять же, я не помню, сколько конкретно они показали здесь. Пять. Пять? Да. И не показали Наскерату, и об этом, как оказалось, уже было известно, кстати, что Наскерату не будет. То есть, они где-то об этом говорили. Для тех, кто не в курсе, клан Наскерату, Vampire, Rescred Bloodlines, это абсолютно другой геймплей. Да, то есть, это уроды, они сами в игре есть. То есть, представители этого клана будут встречаться, но играть за них нельзя, а в первой части это был, ну, абсолютно другой геймплей, в плане того, что, ну, вот, как примерно в оригинальных Fallout'ах, ты опускаешь интеллект до единички, и у тебя становится совсем другая игра, где ты можешь говорить только Абу, 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 и все твои диалоги как бы исчезают, но при этом, как бы, ты все равно можешь пройти игру до конца. И в первом Bloodlines тоже это было. То есть, ты играешь за Наскерату, которые не могут выбираться на улицу практически никогда, только ночью. Ты проходишь ее в основном там стелсом и убивая крыс, да, каких-либо прокачиваясь. Да и крыс, то есть, все такое. Но, есть подозрение, что будут какие-нибудь DLC, но я, типа, не уверен. Ты думаешь, они на DLC оставили, типа, на Сверату пасс? Мне кажется, что что-нибудь такое там будет, да, возможно, это будет не конкретно на Сверату, но, типа, доп-контент. Очевидно, все мы знаем, что игры сейчас никогда не выходят целиком. Ну, да, может быть. Может быть. Поэтому, ну, на крайняк, какие-нибудь фанаты патчи, может быть. Фанатская база у вампиров достаточно. Да, у вампиров просто потрясающая. Ну, камон, это люди, которые починили игру с нуля. Да, там есть ребята, которые занимались reverse engineering, переписали движок, пропатчили его, накинули контент, исправили текстуры, вот это все. То есть, если вы хотите поиграть сейчас в первых вампиров, вам лучше скачать фанатскую сборку. То есть, просто фанат. Ты не можешь просто скачать игру и насладиться вампирами. Я хотел подвести Акиру к разговору, к неприятному разговору о игре по мотивам одного из самых замечательных графических романов, серии комиксов, опять же. Одной из моих любимых. студии, которая создавала в общем-то чудесную серию рановой. Поэтому факт-чекинг, потому что я не уверен, я видел Пендуло на заставке, но я не уверен, что это они разрабатывают. пендуло студиос, US Interactive. Да, это, конечно, они же испанцы, вроде, по-моему. Ну и художник тоже испанец. И вроде как сюжет даже писал. А, нет, по-моему, француз. Да, и это стыд. Да, то есть... Опять же, да, мы говорим про игру Black Set, Under the Skin. по мотивам одноименного романа графического серии новелл. Уже серии и уже даже бит-бит-пи-ти. А, нет, новелл-то там больше, но именно три книги, собственно. Три книги и... И там рассказы еще какие-то есть, которые в эти три книги включены. Ну да, ладно. Это детали. Я... Я люблю Пендуло, да? То есть Пендуло сделали Runway-серию, да? То есть... Я не играл. Ты не играл. Это, ну... Одна из... Хорошая. Она замечательная, абсолютно, да? Я когда-нибудь расскажу на канале о ней, когда там квест-поверну или чего-то того. Я мечтаю о ней кому-то рассказать, но... это испанская студия, которая делает... делала прекрасные квесты, достаточно, не без... не без каких-то проблем, но... то есть они были яркие, там были очень клевые персонажи, всегда и нормальные загадки. Нормальные в плане того, что они не суперлегкие, не суперслужные, такого типа... достаточно оригинальные были. Там как бы не было огромного количества какого-то говнища формата, знаешь, на пинтнажах, какого-то всего. То есть достаточно качественные игры делали ребята, но Black Z, он нахуй сломан, потому что там стояло... Важно уточнить, что он уже выходит. Да, это не при альфа, это там не бэнт какая-то, это демо-версия. И игра выйдет через месяц буквально, ну, наверное, там через две недели, или неделю, или она уже вышла, как у нас сейчас выходит контент на канале. То есть вы, скорее всего, сами это все можете уже почекать или очень скоро почекаете, но первый раз, когда мы подошли в пресс-день к Black Z, у нас не работали Quick Time Event. Да, но там точнее даже не то, что не работали Quick Time Event, там была сломана лента субтитров. Да ладно, лента субтитров. И из-за нее, мне кажется, потому что... Там не отображались собственно команды, которые это должны выполнять. Ну да, они на месте субтитров, потому что субтитры запаздывали, и к тому моменту, как начинался уже Quick Time Event, там еще появлялись кусочки субтитров, там начало ленты субтитров предыдущего диалога. А когда уже ты проиграл Quick Time Event, они уже не отображали то, что тебе нужно делать. Поэтому такое. Да, условно, вот короче, если перестанешь говорить, дум круто, да, сначала там появится буква D, и только там секунд через пять появится остальной текст. То есть Buka... А может и не появится. А может и не появится. Это, по-моему, Buka ее, да, там локализует. Возможно, Buka сломала игру, но я не уверен. А она разве локализирована была? Он был на стэндибуке. То есть там ходили сотрудники Buka. Я могу ошибаться, но, наверное, вот это так. Но суть в том, что нам удалось поиграть второго раза. Ждешь ли ты Black Set? Блин, ну, слушай, я, скорее всего, проблема в том, что, скорее всего, я куплю. То есть, вот в чем. Это просто такая фанатская. Мне очень нравится Black Set, мне очень нравится атмосфера комикса. Поэтому, когда ты видишь этих персонажей как бы в игре это приятно, это прикольно, но вот тут возникает проблема, что комикс-то нарисован волшебно, а игра, когда это все приходит в движение, это все квадратно, это все угловато, это все так странно анимировано, что вот эта магия комикса теряется, потому что, опять же, Black Set нарисован потрясающе. Да, это один из лучших художников вообще, который живет сейчас. Мастичная графика, абсолютно прекрасный калоринг, то есть, каждая панель в этом комиксе это отдельное произведение. Это произведение, искусство, практически. Когда эти персонажи начинают двигаться в игре, создается ощущение, что, ну, ну, да, это типа ребенок моделил по, вот, то есть, да, причем модели, они, в общем-то, выполнены ничего, ну, Black Set, по крайней мере, самого. Да, модель Black Set выполнена прикольно, да, он действительно, типа, анимирован хорошо, его мимика неплохая, озвучка абсолютно откратить, он разговаривает вот так вот как-то, то есть, ну, озвучка, мы же, мы, это первое появление, Black Set, вне комикса, по-моему, мультфильма-то по нему нету, нету, ничего нету, да, то есть, это такое, и вот первое появление комом таким, что прям, очевидно, то есть, ты в голове, когда читал комикс, у тебя не такой голос, он должен быть прокуренный, какой-то такой, с учетом того, что это всегда был омаж, короче, на, типа, такой нуарщит, да, ты представляешь, ну, да, ты представляешь себе буквально такой, как бы, стаковый, ну, стаковый нуар, и были, да, то есть, ты когда читаешь Black Set, если бы у нее не было этой графики, это был бы абсолютно посредственный комикс, вот реально, то есть, это, 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 это комплект базовых историй, ну, опять же, базовых историй, но тематика, которая там есть, она все-таки интересная, опять же, вспоминаем, там, артические нации, расизм, вот такие темы, я говорю про структуру, то есть, структурно, да, это довольно просто, структурно, это довольно просто, если бы не было, вот, собственно, визуальных решений, каких-то, в этом комиксе, собственно, ну, он был бы гораздо, гораздо лучше, и я думаю, что это вскроется, как раз-таки, на игре, потому что игра не может ничего показать, она сломана, она выглядит ужасно, она не работает, ну да, она работает, но она очень плохо работает, то есть, народ-то, в принципе, к стенду подходил, и народ-то, в принципе, проходил демки, да, проходил, и у кого-то не возникали эти проблемы, то есть, но прежде чем пройти демку, ну, типа это каждый раз происходило, люди выключали стим, выключали игру, и через стим запускали ее заново, чтобы она не дай, Проблема просто в том, что это квест. Ну да, да, да. Это квест, да, и вы можете сохраняться, но я уверен, что у вас по-любому будут какие-то вещи, когда вы просто встряните в ситуацию, когда не можете пройти в игру. Да, да, мне кажется, может возникнуть такая ситуация, квестовый предмет пропадет, еще что-то. И вопрос даже не в интерактивных сценах, вопрос в том, что у тебя просто не отобразится какой-нибудь кирпич, или, я не знаю, нож урика, который нужно подавать. Какой-нибудь объект пропадет, и все, и ты уже не пройдешь. И пендула окажется там, где... Или сейвы порежется, или что-нибудь такое. То есть, да, ну, так как это квест, это 100%, ну, в 90 случаях это одно прохождение и все, и это одно прохождение, скорее всего, омрачит вот такая штука. Возможно, там будет хороший сюжет, но не факт, опять же. Но опять же, чтобы насладиться хорошим сюжетом, тебе нужно к этому сюжету, ну, по этому сюжету идти. А против, по какой игрой, это как вот зажеванная пленка на ВХС-кассете. Ты вставляешь видик, смотришь Терминатор, а у тебя, короче, не показывает. Такие дела. Да? Показали Destroy All Humans, абсолютно внезапный анонс был у THQ. Собственно, я думал, что серия давно мертва, вместе с THQ. Но... А он вышел уже, да? Он еще нет, еще не вышел. А, там при Альфе точно. Да. Как раз там таки точно при Альфе была. Если вы помните, да, Destroy All Humans, это был такой сэндбокс небольшой, очень-то играл за инопланетного захватчика в стилистике старого вот этого кино с придорожных кинотеатров, да? Ну, в смысле, с открытом воздухе. Ну, да, 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 это вот Грайндхаус. Грайндхаус, атак, ну, типа, вторжение похитителей тел, все... Западение помидоров и убийц, вот эта вот вся штука, да, 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 да. То есть все... То есть они берут... Фильмы про НЛО, да, то есть... Да, и Destroy All Humans берет все эти штампы, вкидывает это в игровую простенькую, на самом деле, игровую механику. Да, достаточно простенькую. И, типа, вот, веселитесь. Веселитесь, да. Как долго ты играл в предыдущие Destroy All Humans, ты мне говорил? Да. Destroy All Humans вообще такая страшная херня. Она тебя развлекает, ну, она тебя заинтересовывает, да. Ты включаешь игру, и тебе прикольно там, короче, пихать санды людям в задницу, да, там, что-то голову взрывать, чтобы добывать зеленый гель. Забавно. Да, то есть... Забавно, да. Забавно. Сам Крипто довольно занимательный чувак такой. Да, можно полетать на свои наида. Ну, летаешь тарелки, да, повзрывать дома, сараи. Ну, все. Ну, так, сколько ты играл в предыдущие Destroy All Humans? Destroy All Humans, да. Тебя заинтересовывает эта история, но вот я, по-моему, у меня два в них сижу, я из них выхожу, просто не забываю о них напрочь. Я не прошел ни один, но сидел в них, ну, суммарно, если, типа, по часам... Часов 8, да. Часов 6-7, да. То есть вот такие игровые сессии, которые заслуживают Destroy All Humans. И это не одна часть, да? То есть ты, в принципе, всю серию проходил 6-7, да? Я не проходил, я смотрел, да. Ну, понятно, понятно. Мне интересно, я думал, ну, может, я ничего нового добавил. Но это не удерживает никогда. Возможно, это связано с моим отношением к сэндбоксам, да, каким-то. Может быть. Возможно, нет. Но играя в этот Destroy All Humans, я думаю, что ситуация, опять же, повторится. Все выглядит и играется довольно прилично. Ну, по меркам DHQ, опять же, да, это не AAA, это даже не AA, да, класс игры. Это A. Это... Ну, B с плюсом. B с плюсом, да. B с минусом, да. B-movie, B-game, то есть, в общем-то... B-movie. Зачем? B-movie. Пасечники. Бжж. 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 Вот. И все, что показали нам в этой демке, это опять какие-то шутки про коров, которые умнее людей. Да, там не то, что коровы умнее людей, это, по-моему, самый заезженный кек про все фильмы с инопланетянами. Это то, что инопланетяне прилетают на Землю, и первые, с кем они встречают, и как бы говорят им, что вы главные здесь, это коровы. Ну, типа, они находят коровы, а не людей, да, то есть, они считают людей настолько глупыми, что вот главные существа на этой планете это коровы. Обязательная шутка про говно, да, то есть, там есть все как надо. Это Destroy All Humans. Играбелен. Darksiders. Genesis. Вот, честно, извини, что перебью, вот серьезно хочется говорить про Darksiders. Мы отсняли материал, поэтому просто посмотрите материал. Да, вот просто посмотрите материал, в принципе, мне кажется, вы поймете из него все. Да, это очередной Diablo-клон говна, короче. Но у меня есть, у меня есть вот мысль, да, вот одна. Мне не нравится Darksiders, мне не нравилась ни одна часть. Согласен. Блядь. И, играя вот в Genesis, я, типа, мне кажется, что если эта серия должна существовать, то она должна существовать вот так. Да, она и, в принципе, и в оригинале. А мне кажется, извини, мне кажется, она идеально будет существовать на мобильниках. Вот она, Genesis конкретно? Да. Ну, да, типа. Слушай, она взорвет вот прям на мобильничках, будет хорошо. На хендхелдах формата свеча какого-нибудь тоже. Да просто на мобильных устройствах, то есть на телефонах банально. То есть выпусти, я не знаю, выйдет она на Android и iOS. Если она выйдет на Android и iOS, это вот, ну да. В принципе, тот же Darksiders с поднятой, короче, камерой наверх и некоторыми... И абсолютный очередной Diablo-клон, убийца Diablo. Да, как бы не... Стоит внимания, если вы такое любите, да, если вы любите Darksiders, там можно за этого, за четвертого всадника поиграть, как бы, Раздор, да, по-моему. Да, может быть. Я не помню. Суть в том, что там можно менять персонажей на ходу, ты хочешь, бегаешь с войной. Куча способностей. Такое. Вот так вот, да. Это все по играм, буквально все, что мы посмотрели. Это все, что тут было. Ну, там был... Давай еще раз, да. Там был стенд Ubisoft, там есть стенд Microsoft, где есть Age of Empires 2, Definitive HD Remastered и все такое. Там Minecraft Dungeons, какая-то еще штука. Ну, я забегал на стенд Xbox, потому что стенд PlayStation уже давно нет. Стенд PlayStation, как бы, почил, мне кажется. В прошлом году, типа, там, по-моему, ограничились только Qualcomm. Да, но его, как бы, и не было, в принципе. А в этом году, да, остался полностью только Xbox и, ну, типа, Microsoft и Ubisoft. То есть, один софт остался, короче, на Игромире. Ну, и, собственно, да, Ubisoft стандартная нарезка. Что там, Assassin's Creed Division, Ghost Recon сейчас в основном пиарят какой-то новый аддон или что-то такое. Rainbow Six, стандартные Blizzard, это что у нас? Это Overwatch, как он, Heroes of the Storm и вот это все. Да, Heroes of the Storm, короче. Ниндендо не привезло, не привезли ничего. Ну, Tales of Mana, вроде как. Они, да, они привезли Tales of Mana, она выходит уже вот-вот сейчас, недавно совсем, выходила, выходила, собственно, коллекция, коллекция, там, все маны, короче. Ну, да, да, да. То есть, оригинал можно поиграть уже на Свиче, и это замечательно. Показали Ведьмака на Свиче, Показали Астрал Чейн, по-моему, который уже вышел. Они не привезли ничего. А, нет, был Luigi's Mansion 3. Да, Luigi's Mansion 3, и то его принесли очень мало, но, типа, Слушай, по Luigi's Mansion, я просто помню, что она, она, типа, довольно мелкая игра. Да, она же, типа, про просто, как Луиджи ищет призраков, да? Да, это буквально, это буквально. Ну, она, типа, мелкая, но прикольная, наверняка, кому понравится. Опять же, ну, это, это Нинтембо. Это вот, Нинтендо, Нинтембо, Мимембо, вот это вот все, все, все какое-то отдельное. Она, опять же, стоит в стороне Комикона, она, опять же, стоит рядом... И это хер с ним. Я хочу сказать, что это была самая скучная и неинтересная, вот, на мой взгляд, итерация Нинтендо вообще за все время существования Игромира, сколько я сюда хожу. Да, си, конечно? Потому что каждый раз, да, каждый раз, когда я приезжаю на Игромир, я торчу 30% времени, довольно много, да, 30% времени на стенде Нинтендо, потому что там всегда есть на что посмотреть, есть во что поиграть. Он больше. Ну, и ты помнишь сам, и он больше, да, и это чудесно. А здесь, я не знаю, магазин, опять же, тот же магазин, ничего, ничего интересного. Ну да, тот же магазин, те же скидки, то есть все... Как Ведьмак на Свиче, как выглядит? Ужасно выглядит, вы можете посмотреть на Ютьюбе, серьезно, ребята. Ну, как бы, он, он выглядит отвратительно графически, я не знаю, зачем. Если вы не играли в Ведьмак изначально, третий, то у вас есть другие платформы, и у вас, как бы, есть возможность поиграть на других платформах, играйте там. Если вы уже прошли Ведьмак на других платформах, и просто хотите взять его с собой и перепройти еще где-нибудь, то возьмите на Свиче. Делайте, да, то есть вы, конечно, можете, но лучше не надо. Нет, но мне нравится вообще идея, да, вот такой большой игры у тебя в руках. Ну да, но мне нравится бум, например, на Свиче. Потому что Ведьмак — это довольно такой, довольно жесткий, ну, experience, да, в плане время затрата, да, то есть затрат времени. Ну да, большая РПГ. Ты можешь, короче, абсолютно спокойно взять своего Геральта, свою платку с собой и продолжить наслаждаться, не тратить, скажем так, время на какую-то другую херню помимо Ведьмака. Это классно. Ну да. Но, к сожалению, Свич не может потянуть... Хотелось бы Шин Мегами Тенсей получили Ведьмак 3. И когда мы там слышали анонс СМТ-5... Ой, да, но мы слышали анонс СМТ-5. Я еще, по-моему, в Питер не переехал, когда ее анонсировали 4 года назад. Да. Ну вот. Зато Person 5, Royal. Ее здесь не было, если что. Она в Японии, да. Но она уже скоро выходит, поэтому так вот. Комик-Кон. Комик-Кон стал окончательным магазином. Больше, как бы, ничего интересного на Комик-Коне я не увидел. Стенды красивые. Сцена. Алле и авторов. Можно пообщаться с любимыми авторами, собственно, с твоих любимых сынов. Купить шапочку. Подойти к стенду Комильфо, пожать руку Кубиеву и погладить его по шишечке, которую там по бородку зайти, за бородку потеребить. Да, поймать Саиндука. Поймать Саиндука, абсолютно заебившегося, говорящего какими-то фразами, знаешь, типа расписанием своих амфодеров сессий. Да, 11-13, да. Посмотреть на Акра в толпе малолетних девочек, как обычно. И, собственно, полюбоваться на Альфину, которая подписывает книги от Бомбора. Да, Альфин опять приехал. Это, видимо, стало традицией. Да, это стало традицией, потому что я хочу больше... Вот как Твиттер... В следующем году мозг привезут обязательно, 100%. Да, очень-очень. Сейчас выйдет обоих книг. Очень надеюсь, ждите. Скоро выходит книга «Мастерс оф Дум». Ее переиздание, да? Да, мы тоже уже. Ребята, выходит переиздание книг. Она будет в правильном переводе, в хорошем. И с новыми комментариями. Поскольку он будет в хорошем, да, то есть я уверен, что мозг справится. Но если нет, то мы не будем в обиде. Да. С другой стороны, прошлый перевод был абсолютно говном. Я не люблю эту книгу, я читал его. Ну да, да. Предыдущий перевод был очень такой, но, короче, походу, Бомбора же тоже занимается. Или не Бомбора. Сейчас, я не знаю, это лучше уточнить. Ну, да, не будем так накидывать, но, короче, лучше уточнить. Но, типа, это стало модным брать книги, отдавать их людям, которые заморачиваются по книгу. Да, то есть, которые в теме того, о чем книга. Это действительно так. Да, то есть, люди, которые шарят в игровой индустрии, наконец-то могут, собственно, заниматься переводом и, собственно, написанием. Там, вон, Врен книгу пишется. Слышишь, купим, предзакажите книгу Врена. Я предзаказал, но он меня забанил в Твиттере, поэтому... Предзакажите книгу Врена, пожалуйста, порадуйте бабушку. Люди, люди как бы пишут, и мы чуть-чуть напишем когда-нибудь по мему. Да, напишем, напишем. Так, Акира напишет про мемы. Я думаю, что это не будет темой моей книги. Кстати, насчет Акира, когда напишет про мемы, купил первый том Акиры. Его презентовали, Антон тоже вроде как купил. Не, а он давно продается уже. А, давно продается. Ну, короче, ладно, вот, что делает Комик-кон, да, опять же, чтобы вы понимали, я человек, который приезжал на все предыдущие Игромиры и не тратил практически ничего. Да, то есть, ну... Ты молодец. Там очень выгодно общаться, на самом деле. Да, я вообще не очень такой большой любитель делать спонтанные покупки, да, то есть приезжать куда-то и видеть что-то, и такой, ой, я это хочу срочно. Но даже, ну вот, все, и раздалась последняя оборона, и я, типа, даже на этом Комик-коне, ну, типа, вот, что-то купил, что-то даунес, потому что я смотрю, лежит первый там Акиры, изданный на русском языке. Ну, блин, ну, надо взять, да, просто в коллекцию, потому что дома нет, почему бы нет. Да, и, как бы, ну, я тоже набрал... У меня была проблема в том, что я, короче, когда приезжал на первые самые, короче, Игромиры, Комик-кон, собственно, первый тогда был, кажется, по-моему, первый, первые два или типа того. Это какой, четвертый, да, Комик-кон, по-моему? Четвертый или пятый, я не помню. Пятый, по-моему, уже, да. Ну, в общем, не суть. Первые два Комик-кона я тратил что-то порядка 15-20 кусков просто в магазинах. Я увозил просто сумками какие-то комиксы, какую-то фигню, которую мне хотелось купить. Ну, потому что, ну, это удобно. И, кстати, сейчас вот с развитием нашей вот индустрии, собственно, издательской каких-то комикс вещей, у нас на Комик-коны не привозят зарубежные издания. И, ну, еще понятно, почему это происходит. Налоги транспортные, то есть, как бы, таможня, доставка с ЕБС и всех этих вещей гораздо, стало гораздо значительно дороже. И вот ушел этот сегми, я бы тратил еще больше, если бы они здесь были, да. Я таким образом отхватил замечательный двухтомник про Хаяо Миязаки, да, он у меня всегда на обзорах, там, на фоне стоит. Можете его видеть. Ты про него довольно часто рассказываешь. Да, я рассказываю про него. Пора заводить твиттер, от лица его. Тот двухтомник Хаяо Миязаки, который Антонов в квартире. Который, который Светуфильного, да. Тут все еще стою, не открывался, да. Ладно. Как и половина книг. Я вообще не читаю, имею в виду, они. Да, да, да. Ты будешь читать, или что? Читать, читать, господи, да. Вот, хотелось бы больше этого, но я рад, что у нас комикс-индустрия разбивается, да. Пора, давно пора, скажем так. Больше таких ивентов все-таки должно быть, хотя они все одинаковые, да, но, кому-то. Лучше, чтобы они проходили в других городах все еще. Вот, ну давай, про Комик-кон, что еще у нас? Магазин... Матс Миккельс. Давай, видео про Матса Миккельсона. Все. Матс, прикольный дед. Да, он прям прям дед-дед. Чет выскочил, да. Собственно, там звука не будет никакого, да, наверное, на этом видео, потому что вы ничего не услышите. Мы просто вставим туда саундтрек «Деревня дураков». Да-да-да. Или что-то в этом духе. Нет, или он закопирайтил, блин, короче... Это как мы с Акирой не попали на, собственно, выступление Хидео Кодзимы. Да. Объясни, Акира, почему мы не попали на выступление Хидео Кодзимы? Потому что по какой-то причине выступление Хидео Кодзимы было в другом зале, чем... Ну, чем я подумал. Чем я подумал, да, потому что обычно, ну, типа, два дня подряд Мац Миккельсон выходил с одного зала. Кстати, сейчас там кто-то кричит, по-моему, там опять вышел кто-то. Возможно, это Хидео Кодзима или Мац. Нет, Асэйндук автограф-сессия. Все в порядке. А, ну, все в порядке. Вот. И Мац выходил всегда на одну и ту же сцену два дня подряд. И как бы логично было, что туда же выйдет Мац и Кодзима вместе. Ну, оказалось, нет. Они написали, и только на самой, как бы, сцене было написано, что «Здравствуйте, будет здесь». Поэтому все те, кто заранее проходил мимо этой сцены и обратил внимание на сцену, где обычно крутят кучу трейлеров и рекламы, которая вообще не имеет отношения практически к играмиру, они увидели, что тут будет Кодзима и начали занимать очередь. Мы заняли у другой... У другой сцены. Да, у другой сцены. Но стоит отметить, да, что все-таки выводили изображение на две сцены. Да, то есть они технически не собрали. То есть Кодзима был в том зале в цифровом виде. Да, поэтому если вы хотели увидеть его живьем, нам нужно было стоять огромную толпу. А Кира так и видел его живьем. Не видел его я. Расскажи про ивент в гараже, например. Да, я... Замечательный. Да, был ивент в гараже, это в парке Горького, в летнем кинотеатре. Чтобы вы поняли, да, то есть проводился ивент в закрытом помещении... Он называется Public Talk. Public Talk. Бесплатный, но с предварительной регистрацией на сайте. Мне Кира за буквально 15 минут до открытия этой регистрации пишет, чел, регистрируйся. Я такой, да, окей. Я встал, я сел за 2 минуты до, там, по-моему, форма появилась, я ее заполнил, и билеты расхватали за 30 секунд. В общем-то, пока мой интернет прорывался питерский через какие-то волны, потоки людей, которые пришли на Кодзиму записываться... В общем, мне не фартануло, как и многим нашим друзьям. Да, мне фартануло, но, ну, как сказать? Это был летний кинотеатр, а в Москве сейчас похолодало очень сильно, еще со вчерашнего дня. И проводился ивент в летнем кинотеатре гаража. А из себя он представляет как бы просто каркас, на который налеплены красные занавески, по сути. И внутри стоит несколько тепловых пушек, пуфики и различные, как бы это назвать, приспособления, на которых можно сидеть. Это даже не стулья, это непонятные какие-то полураскладушки. И вот в какой-то момент, собственно, мы туда пришли, увидели огромную очередь, пришли я и мой друг, увидели огромную очередь на вход, отстояли ее честно. Нам сказали, что можно отойти и взять переводчик. Мы подумали, ой, как круто, это же, ну, прям, как настоящая взрослая организация, прям, все по-серьезному, все прям по-интересному. Ну, взяв переводчик, мы поняли одну вещь, что нужно отдать паспорт за этот переводчик. Мы его отдали. Потом мы начали искать место, потому что, собственно, перед сценой было все огорожено и уже зарегистрировано за прессой и другими чуваками, которые прям более важные, чем обычные люди на регистрации. И уже после этого, наконец-то, спустя 20 минут ожидания, вышел сам Хидео, вышел переводчик и вышло двое ведущих. Собственно, представители гаража. Ну, или гараж, я не знаю, как они... Они в основном называют это по-русски, поэтому я тоже буду продолжать называть это по-русски, да, это гараж. Немножко опоздали, это не суть. Люди начали немножко замерзать и подходить к сцене, что создало такую небольшую давку, но, опять же, да, было относительно удобно, да, единственное, что было неудобно, но это был довольно сильный холод, который был в зале, и дальше пошел кринж, что называется. Ведущая назвала Хидео Кодзиму, ну, оговорившись, назвала Хидео Кодзиму Кодзиной, объявив его, после чего предложила посмотреть еще раз 10-минутный трейлер, который очень... ну, переведенный 10-минутный трейлер, который не переводили у нас. И вы, по-моему, не можете его нигде найти на даже канале PlayStation Russia, да, это вот тот трейлер под музыку апокалиптики, только с русскими, ну, переведенный на русский, русскими актерами, ну, это было ужасно, потому что, во-первых, все, очевидно, видели его, это было бы очень глупо, если бы его не видели, ну, если бы его не видели и пошли на паблик-толк, и после пошли вопросы от ведущих. Ведущие задавали самые долгие, самые сложно сочиненные и сложно сконструированные вопросы, которые непонятно зачем были сформированы, и вообще зачем это сложилось в вопрос. Потому что банальный пример, да, там был вопрос, который ведущая задавала минут 10, а ответ на него звучал как «спасибо», то есть это все перевели. Этот весь вопрос перевели Кодзиме, и Кодзима на этом, это все выслушал, и сказал «спасибо». Просто потому что даже люди, которые свободно разговаривают на русском языке, не поняли, что, черт возьми, задает, что это такое, что это. О чем велся разговор в начале предложения этой девушки, о чем она вообще говорит. В принципе, ничего нового там не было сказано, да. То есть те, кто следил за Кодзимой или читал, например, книгу «Кодзима. Гений», которая сейчас выходит, или «Кодзима. Коуд» в оригинале, нового ничего не узнали. Да, Кодзима в очередной раз сказал, что он вдохновляет многими русскими авторами, в частности, Достоевским. Вот, например, всегда в свое время носил томик «Преступление и наказание» с собой, но, как он честно признался, до сих пор не прочитал «Братьев Карамазов». Также, как он, по-моему, уже говорил, но на шоу «Вечерний Мургант» он... Одним из любимейших режиссеров у него является Андрей Тарковский. Очень нравится много... Множество вещей из русской культуры. И как бы на этом паблик-то и закончился. Буквально, да, несколько, что я еще забыл сказать. Это то, что Кодзима замерз. Да, Кодзима сидел в перегене. Он буквально с каждым вопросом все сильнее, сильнее, сильнее вот так вот загибался. И все, и как бы уехал. Я не могу, опять же, сказать, что какие-то проблемы возникали во всем этом, но это организационные вопросы. Это, опять же, как практически все. Мне кажется, это все случилось из-за того, что информация о том, что Кодзима появится в России, пришла слишком поздно, и все решили оторвать свой кусочек. Да, вообще, у меня есть подозрение. Я, опять же, могу ошибаться, потому что я не знаю. Но мне почему-то кажется, что информация о согласии Кодзимы, да, вообще, то есть о том, скорее всего, организаторы Игромира, те, кто приглашал, собственно, Кодзиму, Комикона в смысле, те, кто приглашал, они выслали, типа, приглашение рано, да, но Кодзима слишком долго думал и ответил в последний момент за месяцное мероприятие условное. И все это делалось в ППХ, очевидно, да, потому что мансы анонсировали гораздо, ну, довольно рано. То есть это привело к сильному хайпу на билеты, на покупку билетов, да, то есть никому не хватило, все випы продали. Випы продали там вообще прям моментально, у нас каэндрис мог попасть. Народу дохера, блядь. В пресс-день было столько же людей, сколько обычно бывает по пятницам, да, то есть на Игры. Да, да. Вчера был трэш, да. Я буквально пытался пройти на стенд Киберпанк, чтобы встретиться с ребятами, и я видел, как отцы прижимали своих детей вот так, лишь бы их не раздавило, да, там такая толпа такого масштаба, это было, ну, это было кошмарно, да. И вот мы уже с тобой вчера об этом говорили, да, мне кажется, что с такими темпами Игромиру, и Комикону придется менять Рокус Экспо на какое-то другое помещение. Но есть ли оно, да? Оно есть, Антон, более того, знаешь, оно есть. И знаешь, где оно находится? Вон там, третий павильон, он банально больше. То есть тут связано немножко с другой вещью. Это, опять же, мое мнение, да, то есть я не думаю, что это действительно так, но мне кажется, в этом есть зерно правды, что организаторы не хотят менять конкретно это помещение, чтобы после... Во-первых, оно стоит определенную сумму. Они привыкли к этой сумме, да, она повышается с учетом инфляции и прочих там скучных вещей, которые вам не интересны. Но, заметь, из-за того, что создаются такие толпы и людям неудобно, вот, буквально, да, создается очередь, и все. На фотографиях это выглядит, как безумный ажиотаж, а это настолько хорошо продает игрометод на следующий год. С учетом того, что... Просто, понимаешь... Нет, Андрей, подожди. Ну, как бы, закон сохранения масла, да, то есть они никуда не денутся, да, эти люди. Я просто к тому, что... Ну, не факт, не факт. Нет, 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 Андрей, если они намереваются приглашать звезд величины больше Кодзима, а Кодзима не звезда мировой величины, это точно, да? Ну, уже для России стал, в принципе, мировой. Это звезда мемной величины, да, то есть, скажем так. Неплохо так, что о нем даже три телеканала России сделали свои... Сказали, да, пригласили эти самые... Но если они будут приглашать актеров из Марвел, какого-нибудь формата, да, не вот этих вот там второго плана, которых убивают уже во втором фильме или первом, а вот, ну, кого-нибудь мощного. Крис и Хемсфорта привезут, да, Да, у них младше, ну, какого-нибудь... Ну, да, у них младше, вряд ли, согласится. Камбер-мэджа такого-нибудь, или что-нибудь такое, там, Ну, да, да, что-нибудь, что-нибудь первое... Либо возьмем что-нибудь маленькое, да, возьмем Рэдхлиффа какого-нибудь, да, то есть... Будет пить. Ну, да, да, это все просто сломает. Это просто такой же ад, да, как вот, ну, на Кодзиму, условно, а то и больше. Больше, больше, больше будет, конечно. Появится гораздо больше аудитория, которой вообще ни хера не нужен ни комикс, ни комик-кон, да, ни, собственно, не игромир. Ну, понимаешь, комик-кон, он для этого и все-таки и сделан. Ну, да, да, привлекает людей разных, разных слоев. Да, да, то есть, опять же, да, в какой-то момент, да, помнишь, привозили Мишу Коллинза, который был все-таки звездой, ну, типа, для нас он не такая звезда, опять же, мы смотрели. Но он все-таки голливудская звезда, да, то есть, он все-таки такой персонаж, и мы видели, что произошло, да. Мы видели, насколько это было масштабно, насколько было разрывающе то, что происходило, да, то есть, фанатки сносили все, покупали билеты исключительно, чтобы увидеть только его, продавали все, что только можно, и как бы на весь остальной игромир он уже так оттеснялся, да. То есть, я напомню, на этом игромире вот там автограф-сессия актера, который играл Мариарти в Шерлоке. Я не помню, я не помню, как его зовут, да, неважно, да. По-моему, это довольно крупная звезда, но он настолько оттенился к уреховам Кодзимы, да, понимаешь, настолько, типа, это уже вот, ну, где-то там. Когда его анонсировали, мы изначально думали, что, типа, такие, о, сейчас опять киш-маллетник девочек набегут. Ну, всем так насрать, да, Шерлок истрал. Никто, я даже не видел, чтобы он выходил на сцену, хотя он, наверное, да. То есть, ну, вот это вот фигня. Но это происходит каждый год, и это началось со звезд не очень большой величины, типа, там, Саммер Глоу какую-нибудь, да, и вот эти все. Потом это постепенно начало вот так нагнетать, да, Кристофер Ллойд, там, Рутгер Хауэр. Да, ну, да, кстати, Кристофер Ллойд же, это, блин, это... Было очень много, то есть, таких людей, и, ну, можно хайпить, прикинь, там, Кабен приедет. Ну, мы фантазируем, да, опять же. Но я просто говорю, что с такими темпами вот это вот помещение, оно, ну, оно лопнет. Либо лопнет не оно, а чьи-нибудь гости, и тогда это будет скандал. То есть, я думаю, что... Мы уже видели пару ситуаций. Пару ситуаций, да, вчера они были, но мы не будем о них говорить. Ну, да, ну, ну, как бы, можно, на самом деле, сказать, да, что, ребят, когда... Когда вы идете на массовые мероприятия, подобного формата, все-таки вы ожидаете, что вокруг будет большое количество людей, которые связаны с организацией. К сожалению, здесь это не совсем так, потому что человек, ну, буквально упал, да, там, воздавали опять очередных планов со сцены. Да, бросали. Он ловил, он упал в голову. Хотите бросать херню со сцены, серьезно? Нет, слушай, это... Бросайте легкую херню. Бросайте легкую херню, какую-нибудь дешевую, да, вот эти вот флайеры, еще что-то. Чубака отбросил атак, как будто в него бросили системный блок, ну, ты видел, да? Нет, нет, он упал головой о пол. Да, но он... Чувак упал, потому что он потянулся за этим, то есть это, опять же, было что-то ценное, да, то есть это не... это не флайеры фортнайта с кодами какие-то, ну, то есть вот то, что обычно раздавали. Ну, биотура там чуть... Да, 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 вот это вот все кидали, поэтому просто, опять же, если вы намереваетесь поехать на подобные мероприятия массовые и все-таки приедете на Игромир, знайте, что вы здесь, типа, сами за себя и вот за... люди вокруг помогут. То, что мне нравится, да, что люди вокруг реально начали помогать. То есть бросились помогать, поднимать, вызывать охрану, ну, типа, людей, которые рядом... Ну, очевидно, да. И, как бы, охрана... Это не раздача блинов на лопате, скажем так. Ну, да, да, да. Здесь люди все-таки подобрее немножко. Да, здесь люди все-таки подобрее, поэтому такое, но все равно аккуратнее. Ну, разные тоже бывают. Аккуратнее. Тут школьники бегают срывает бейджик, кстати, с косплееров и эгрессов. Ну, это сейчас, да, то есть, опять же, это... Самые оптимальные дни это четверг и пятница. Все-таки меньше школьников, они находятся в учебных заведениях, поэтому... Да. В принципе, давай, наверное, закруглим эту историю. Да. Как тебе Игромир вот в целом? Да. Какие у тебя прогнозы на будущее, что... Будем ли мы следить за этим дальше? В целом, на троечку, я бы сказал. Как всегда. Мне кажется, знаешь, вот самое... Нет, был хороший, хороший Игромир. Ну, был за прошлый год? Был за прошлый год? Или прошлый год? Прошлый год, когда мы говорили, что он был хороший. Блин, не знаю, но вот оно всегда такое... Это все-таки массовое мероприятие, которое нужно. Да, давай честно признаем, что Москве нужен такое массовое мероприятие, да. В Питере есть Таркон, в Питере есть, по-моему, Питерский Комик-Кон, или Старкон. А Старкон закончился, нет? Нет, он есть. Старкон, Комик-Кон, там что-то еще, какие-то... Биг Фест закончился, по-моему, или что. Ну, окей, да. Ну, вот, нужны фестивали, нужны фестивали. К сожалению, фестивалям, ну, типа, чтобы их проводить так, как вот проводят Игромир, потому что Игромир сразу, мне напомню, да, что он просто сразу был такой большой, да, он не на энтузиазме, он про деньги. Он приносил убытки, опять же, да, если вы посмотрите, например, неплохое видео у Макаренкова про Игромир, в интернете найдете. Он рассказывал, да, как вообще зарождался, да, вот эта вот вся штука, связанная с Игромиром, это изначально был Кри. Кри, да. Кри какое-то время проходил, туда, в принципе, который из Marvel Кри, а конференция разработчиков на Кри, да, на Кри проникали люди, без, ну, типа, старались прописаться туда, как пресса, как какие-то работники, это были школьники, опять же, да, там пытались затусить, внезапно у всех возникла идея, что, блин, ну, нужен фестиваль, да, то есть нужно не только показывать друг другу, нужно зарабатывать только разработчикам, и, короче, да, нужно показывать не только разработчикам и прессе, нужно сделать свою Е3, да, покрасившей, сначала это было на ВДНХ, сначала это было убыточно, потом это все перенеслось сюда, в группу с Экспо, и это вот так, как он был, как это, как говорил Владимир Владимирович, был придуман как оружие спецслужб, так и развивается, то есть вот, Игромир был придуман как оружие спецслужб, так и, собственно, так и развивается, они, это приносит деньги, это приносит, ну, это все наверняка за этим стоят люди, которые все высчитывают, что привезти, что увезти, что здесь, как сэкономить, здесь как поставить, кому предоставить площадку, кому не предоставлять площадки. В прошлом году оказалось... В прошлом же году были Кишмиш, которые Red Lake авторы... Да, были, были. Как я узнал, это была единственная независимая студия, которая осталась на Игромире. И в этом году их нет. Для них. Ну да, это как бы показывает независимую сцену в России немножечко. Но и в целом это довольно печально, потому что в этом году независимых студий нет на Игромире. Никто не привез, собственно, игры-то. Привезли стандартный пакет игр и привезли кучу стендов, где ты можешь там развлекаться. Опять же, мы забыли про Авито рассказать стенд, который сделал Pixel Devil. Ну, типа, бокал сделал Pixel Devil. Мы сейчас покажем стенд Стенд Колин. Да, здесь вот будет футаж. Очевидно, Колес. Колю Авито, в общем... Отправили в Японию. Отправили в Японию. Отправили в Японию. Отправили в Японию. Абсолютно прекрасный ретро-стенд там есть. Ну, и это как бы показывает гостиниц, ой, гостиных, да, то есть показывает, что, в общем-то, уже и блогеры создают конвенты, что, в общем, и ретро-сегмент тоже тут нужен. И вот такие вот коллаборации, мне кажется, это круто, потому что вот Авито пошли в тему с... Ну, такой вот, больше eBay-тусовку, да, то есть продажи консолей, перепродажи, перепродажи игр, вот это вот все такая... Мне очень нравится, как они заигрывают вот с... заигрывают с игровой тематикой. Да-да-да, что они делают сейчас с этим, да, потому что... И очень круто, что... Они коллаборируют с блогерами, которые могут... Ну, типа, которые в теме и которые показывают, как надо, да, то есть вот пришел PixelDevil, сказал, типа, «Ребят, у меня вот недавно вышел ролик, он хайпанул на весь мир, да?» Да, про Колю там, кто к атаку написали, по-моему. Да, и как бы я чуть-чуть вот в ретро-консолях понимаю, разбираюсь, давайте сделаем вот так, и идти по Авито, давайте, все, дали денег, построили стенд, потому что это все-таки стоит денег, почему-то... Провели какие-то конкурсы, все это делали, то есть на этом работали, получилось круто, получилось круто, да, и таких нужно вещей таких больше, да, то есть нужно, когда спонсоры и вот какие-то рекламодатели сотрудничают с блогерами, да? Да, нужно давать... Ну, давать денег на развитие, то есть не... Вряд ли это будет смотреть какие-нибудь топ-менеджеры... Да, но если вы смотрите, короче, что у меня вот рекламное предложение открыто, да, для Авито конкретно, то есть... Да, ну, доконально. Ну, короче, нужно давать денег на развитие... Это меняет восприятие бренда, это меняет восприятие, собственно, людей, которые этими брендами пользуются, и кто их, собственно, рекламирует. Я говорю не о том, что, да, то есть для кого рекламируется, а кто конкретно, потому что однажды наступит время, и когда-нибудь эти люди сделают отдельный конвент, посвященный какому-то определенному сегменту, хотя такие есть уже и в Москве тоже, но когда-нибудь они будут участвовать гораздо плотнее. Все, мы... В общем, собирать аудиторию уже... Ладно, это было сумбурно. Да, это было сумбурно, довольно громко, довольно шумно. Потому что шумно, потому что громко, потому что все вот это вот, и нас уже школьники выпихивают из кадра. Да, буквально. Из кадра. Сейчас сколько там? Второй час, да, дня, последний день игромира, и гораздо больше людей приходит сюда. Вот. Я хочу сказать, что с каждым годом... Мне нравится, как комик-кон и вот конвент, собственно, экспериментируют, то есть он пробует, и он пытается делать. Да, это не... Не знаешь, не вот... Ну, мы делаем конвент каждый год, типа пригласим парочку звезд, там, третьей величины, третьего эшелона какого-нибудь. У тебя все нормально будет, да, все придут, купят игры, купят комиксы, и все нормально. Они пытаются, они пробуют, камон. Ну, вот. Это, типа, было то, чего ждали, ждало огромное количество геймеров, камон. То есть... Ну, да. В 20-30 лет, да, люди играют в эти игры. Да, больше. Нет, я имею в виду про Кодзиму, да. А, ну, про Кодзиму, да. То есть никто никогда не думал, да, что его можно будет увидеть где-то здесь, эти люди просто взяли и привезли его. И я надеюсь, что так же они поступят с какими-то другими гейм-дизайнерами, с какими-то другими творческими личностями, в частности, которые рисуют комиксы, которые снимают. Ну, да, и по меньшей величины привозите. То есть вот самая штука, что когда приезжает кто-то вроде Кодзимы, да, это сразу же показывает всем остальным, что, типа, ну, то есть мы же бахнули не просто вот по России, потому что Кодзимин инстаграм просто рбется от фотографий, опять же, Играмира, Москвы, что, типа, смотрите, как тут клево, тут конвент, тут куча людей. То есть, а это как бы... Вполне очевидно, что там вот эти ценовые вопросы про, там, билет на Матса Миккельсона, да, что он 3 тысячи там стоит. Ну, ребят, он дешевле, чем на Нью-Йоркском Комикконе, и никого не волнует ваше экономическое состояние, да, то есть, ну, Матс Миккельсон не виноват в том, что это вот... Да, он не виноват в проблемах России, скажем так. Да, что это четверть средней зарплаты, да, в какой-то плане. Стоит отметить, что все-таки это дешевле, чем взять билет в Америку, приехать на Комиккон Сан-Диего и стоять там за автографом того же... Никто не виноват в том, что российская аудитория настолько изголодалась по знаменитостям, что они даже на какого-то японца просто готовы сломать здание, Ну, да. То есть, что приходится вот так вот ограничивать продажу билетов, да, потому что это все-таки проблема не конвента, это проблема... Это не проблема конвента, Это проблема из разряда как нам обустроить Россию и мы туда углубляться абсолютно точно не будем. Да, и пройдет еще очень много лет, прежде чем мы устаканим этот вопрос, но я очень рад, что это начинает устаканиваться, потому что чем больше вы их привозите, тем больше же возможностей вы придумываете для того, чтобы таких вещей избегать. Правда? То есть, мне бы хотелось очень вот в день, когда мы не попали, не увидели Кодзиму, собственно, из-за огромной толпы, которая заполонила буквально весь зал, не было ни одного живого места, чтобы люди развесили растяжек по периметру, собственно, ну, чтобы все-таки живой голос, да, это не то же самое, что другой зал, да? Ну, да, да. Ты слышишь живой голос прямо из зала. Это немножко другое. Чтобы люди стоя там, находясь там, могли вот просто смотреть куда-нибудь и видеть телевизор, ну, экран нормально, а не половину отрезать. Это вот вещь, которую мне бы хотелось видеть в следующем. Ну, да. В следующей итерации Комик-Кона, если такое когда-нибудь произойдет, ну, честно, что как бы не сильно изменится Комик-Кон в следующем году. Будем ждать анонсов и будем ждать всякого веселья. Будем надеяться на лучшее. Пока это, ну, это хорошо. Да, цена немножко завышена, да, ну, как немножко, да, цена завышена, до очереди, да, да, возникают проблемы, но это проблемы вот организационные, которые должны исправляться, как бы, шлифоваться довольно долго, мне кажется. Потому что мы уже немножко привыкли привозить людей, вот теперь надо попробовать привозить вот таких людей, да. Ну, и привозить правильно, чтобы всем, чтобы конечным потребителем все-таки было. В общем-то ничего, как бы, радикально страшного не случилось, да, никто не умирает, я надеюсь, никто там, все, кто хотел что-то получить, получили, кто не хотел получить и не получили, те, надеюсь, не останутся в обиде. Ну, да, те получили что-нибудь еще, да. Даже те, кто получили все, не всем довольны, например, Меф. Такие дела. Спасибо организаторам, спасибо людям, которые смотрят. Мы будем на Игромире в следующем году, я полагаю. Обязательно посмотрим, к чему это все приведет. С вами был Фильн Апантон и Акира. Ну да, twitter.com slash akiraosom, ищите там. Подписывайтесь на канал, вступайте в Другу Вконтакте, подписывайтесь на патреон, и обязательно загляните в телеграм-канал Кибервальгала. Да, в телеграм-канал Кибервальгала обязательно. Скоро сайт, скоро подкаст. Все туда. Кибервальгала круто. Да. Субтитры сделал DimaTorzok